соотечественники самарской области постановлениями губернатора азарова повсеместно введены qr-коды которым сейчас хотят привязать каждого человека народ что хотят сделать товаром qr-код это код товара ты согласен что тебя будут сканировать как товар и выяснять вакцинирован ты или нет ты согласен на то что за тебя будут решать куда тебе можно пойти а куда нельзя ты согласен на то что за тебя будут решать проводить на тебе и твоих детях эксперимент или нет ты согласен на такую судьбу тебя просто лишает средств к существованию потому что уже многие работодатели требуют прививки и соответственно qr-кода и отстраняют от работы без сохранения заработной платы в случае отказа работников от международный военный трибунал признал практику присвоения людям номеров и клеймение этими номерами преступлением против человечности не имеющим срока давности решение нюрнбергского трибунала против фашизма никто не отменял принудительная вакцинация присвоение кодов сегрегация по любому признаку это попрание прав и свобод человека самарской области по нашему мнению действует режим направлены на ограничение всех основных прав и свобод граждан посещение крупных торговых центров спортивных учреждений бассейнов фитнес-центров театрально-концертных организаций культурно-досуговых учреждений кинотеатр можно только при предъявлении qr-кода сейчас даже не во все магазины можно войти без qr-кода а значит многие люди лишены возможности покупать себе не только необходимые вещи но и еду введена самоизоляция неработающих граждан в возрасте 65 лет и старше также для жителей самарской области в возрасте 65 лет и старше у которых нет qr-кода заблокированы социальные карты для проезда на общественном транспорте с 25 октября по 7 ноября приостановлена деятельность организаций индивидуальных предпринимателей находящихся на территории самарской области за исключением перечня организации установленных постановлением губернатора региона и на этом мы думаем система не остановится дальше они будут еще больше закручивать гайки и мы можем прийти в результате к тому что не сможем не снять денег в банкомате не получить интернет заказ не купить себе еды не свободно передвигаться по городу и это забота о здоровье принудительное введение qr-кода по мнению зависимых ученых и врачей не имеет ничего общего с профилактикой заболеваний сегодня нужно сделать укол чтобы получить код а что потребуется завтра сейчас наши пенсионеры фактически посажены домашний арест а завтра это ждет все категории граждан уже вовсю руководители штаба говорят о росте заболеваемости детей значит наши дети тоже будут принудительно вакцинированы на наш взгляд все эти ограничения напрямую ведут психологическому стрессу упадку морального духа каждого человека и народа в целом а по мнению медиков на здоровье человека в первую очередь сказывается именно психологическое подавленное состояние депрессия как подрывается иммунитет и как следствие идет рост заболеваемости в целом кроме того эти ограничения явно вызвать обмещение граждан так как после приостановления работы многие предприятия просто не смогут открыться и продолжить развивать свой бизнес мы заявляем что вышеперечисленными ограничительными мерами грубо нарушаются наши конституционные и гражданские права такие как право на свободу передвижения и на свободу посещения различных учреждений статья 27 конституции рф право на жизнь часть 1 статьи 20 конституции рф право на охрану здоровья статья 41 конституции рф право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры часть 2 статья 44 конституции рф право на отказ от вакцинации пункт 1 статьи 5 федерального закона от 17.09.1998 номер 157 ф.з. об иммунопрофилактике инфекционных болезней право и свободы экономической деятельности часть 1 статьи 34 конституции рф право потребителя на равенство и доступ к различным услугам часть 1 часть 2 статьи 19 конституции рф таким образом представители власти призванные защищать интересы народа по факту грубо нарушают основной закон нашей страны в итоге свободный человек и гражданин превращается в безвольного раба не имеющего никаких прав и не способного защитить себя соотечественники каждый человек просто обязан отстоять свою свободу и попранные права свое человеческое достоинство но сделать это в одиночку очень трудно поэтому разрозненная толпа обязана стать народом сейчас настало время наконец понять что наше будущее только в наших руках мы обязаны защищать будущее своих детей обязаны противостоять планам тех кто огнецает народ нашей страны кто под видом заботы о нашем здоровье проводят по всем признакам плана геноцида человек свободен по праву рождения нет qr-кодом мы люди а не товар мы люди а не скотина с клеймом мы хотим же свободно нет qr-кодом вставай заснувший наш народ мы не рабы мы свободные люди как мы решим так жить и будем мы 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 Субтитры создавал DimaTorzok